здравствуйте дорогие мои красноярцы и здравствуйте все мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема лилии малышки которые выросли из чешуек помните мы это делали я хочу вам показать у меня горшков тут немеряно просто есть те которые в прошлом году были чешуеванные а есть которые уже растут второй год вот это очень хороший метод для того чтобы нарастить себе дорогих лилий столько сколько хочется я это делаю для того чтобы вы мне не писали всяческие гадости что я теоретик я практик и пожалуйста смотрите так главное залезть и не упасть до сказать кстати залезть и не упасть значит такое зеленое что я перешагнула помните в прошлом году я верещала тут это гвоздика шабо якобы якобы это было пять сортов по три пачки и в каждой из них ну правда одной и той же фирмы была только гвоздика турецкая но сегодня не об этом они еще получат свою значит смотрите так я хочу вытащить и показать вам что на самом деле из себя представляют эти чешуйки какая красота до этим второй год я хотела бы их вытащить все оттуда если у меня конечно получится как бы ничего не испортить и не не сломать ну надеюсь что вы понимаете да ну хотя бы часть вытащить вот сейчас оборву вот прям знаете жаба давит ну вы понимаете что это не искусственно посаженная не вчера и не сегодня это все выросло вот эти темные листочки слегка вот вот видите это мороз который был позавчера хоть тут было и закрыто кстати закрыта зимой была и гвоздика и все эти горшки обычным укрывным шестидесятка в один слой придавлена ветками палками не погибла гвоздика и не погибли лилии пока я не убрала укрывной ёшкин матрёшкин зла не хватает на этот мороз сибирь прям вот настоящий в этом году значит вставляем назад этот горшочек до поры до времени а знаете почему а потому что для этих малышек нужно выделить особое место то есть полноценные пару грядок где они будут рассажены на расстоянии друг от друга для того чтобы уже получилась полноценная луковица конечно лилии особенные цветы но поливки они не очень любят они если поливку давать то с подкормкой сразу малышей придется и поливать и кормить и внимательно следить чтобы не было переувлажнения к сожалению единственное только вот одно горе которое меня беспокоит это те крысы и мыши которые жрут эти лилии просто кулями когда они подавятся я уже не знаю значит но они будут все высажены на ну в школку так мы это называем и надеюсь что даже те у кого погибли листики от мороза они все-таки выпустят следующие листья потому что луковички скорее всего не замерзли вот на этом я хочу закончить и желаю вам вот такой же удачи как у меня но это не только здесь горшки они практически на всех клумбах закопаны кто-то проснулся а кто-то еще нет всего вам доброго а